Всем привет! Сегодня хочу сделать вам небольшое видео и рассказать поподробнее про нашу школу, так как многих это интересует. Расскажу про нашу школу и про школу вообще. Вот так вот выглядит наша школа. В общем-то ничего необычного. Достаточно большое здание, школьный двор, он же спортивная площадка с баскетбольными кольцами. Здесь же они собираются по утрам. Как я уже рассказывал, родители приводят детей в школу к 9 утра. После этого в 12.30 кто хочет забирает, кто хочет оставляет на обед. В 2.30 снова приводят ребенка в школу и в 4 часа забирают насовсем. Для тех, кто уходит на работу раньше, есть, соответственно, на час раньше возможность привезти ребенка, то есть к 8. И для тех, кто не имеет возможности в 4 забрать, есть продленка. И забрать ребенка можно также в 5 часов и в 6, по-моему, если мне память не изменяет. В это время, как утром, так и вечером, дети находятся с воспитателями. Так, как я сказал, можно ребенка оставлять на обед в школе, можно забирать обедать домой. Мы забираем обедать домой, потому что мы посмотрели это меню, предложенное школой, и поняли, что, скорее всего, ничего есть из этого не будет. И большинство блюд там очень такие типичные, испанские, что ли. Поэтому решили, чтобы он водить домой. Тем более, что нам от дома до школы примерно 2-3 минуты пешком. В общем-то, удобно. Но, опять же, все желающие могут оставлять ребенка на обед. Школьные обеды и завтраки будут стоить 95 евро в месяц. В принципе, очень недорого. За 2 приема пищи они достаточно полные. Для аллергиков или тех, у кого непереносимость, там, лактозы, глютена и так далее, делают отдельное меню. В общем, идут всячески навстречу. На каждую неделю дают мини-отчет, в какой день, сколько ребенок поел, все он съел, много, мало, ничего не съел. Ну, в общем, такой подход к питанию. Как я уже рассказывал, в Мадриде есть школы бесплатные, полностью государственные. В такую уходит наш сын. Школы с частичной оплатой. И школы полностью платные. Вообще, у нас около дома есть достаточно много школ, по-моему, 5 в пределах 5 минут пешком. Две из них бесплатные. Одна частично платная и две полностью платные. Сколько стоит платная школа в Мадриде? Вот школа, которая находится буквально за углом относительно нашей школы, стоит вместе с питанием 900 евро в месяц. И это не предел, это не самая дорогая школа. Вполне можно найти школу в Мадриде, которая будет стоить и 1000, и 1200, и 1500 евро в месяц с питанием. Не думаю, что качество в платных школах сильно отличается. В целом, даже думаю, наоборот, в силу того, что родители вынуждены платить большие деньги, учителя и воспитатели, особенно в начальной школе, наоборот, гораздо больше позволяют детям в таких школах, и это сказывается на качестве образования. Вот как раз одна из частных школ. Называется International School of Madrid. Одна особенность, отличающая полностью платные школы от школ государственных, состоит в том, что многие из них имеют полностью классы на английском, на немецком или на французском языках, в зависимости от того, к какой стране относятся школы. Важный момент для тех, кто переезжает с маленькими детьми, 3-4-5 лет. Дело в том, что вообще образование с 3 до 6 лет, оно необязательное. Но, как нам объяснила наша учительница, так как 90% испанцев своих детей отдают в подобные школы, а оставшиеся 10 занимаются дома достаточно плотно, то учителя в начальной школе, то есть с 6 лет, уже рассчитывают на то, что дети, придя в школу, умеют читать по-испански и обладают базовыми навыками письма. Поэтому это очень важно. Если вы даже считаете, может быть думаете, что у ребенка будет стресс и так далее, что лучше отложить школу до начала обязательного образования, то все-таки советую вам пересматривать подход и не бояться отправить ребенка в школу. Наш сын уже, в принципе, начал потихоньку читать на испанском. То есть у них есть методика. Нас учительница приглашала в школу. Кстати, да, важный момент. В любой вторник, то есть каждый вторник, родители могут попасть на личный прием к учителю. И учитель в течение часа подробно все расскажет, развеет сомнения родителей, если таковые есть, поделится своими соображениями относительно того, как лучше заниматься с ребенком, подчеркнет его сильные стороны, подчеркнет его слабости в обучении. И вот на одном из таких вот последних собраний, на одной такой встрече, учительница нам показала, как ребенок читает и как с ним лучше заниматься. В общем, имейте это в виду. Если возможность такая есть, лучше отдать ребенка в школу пораньше. У нас в классе 16 человек, в принципе, небольшой класс. И при этом два ребенка из детского дома. Здесь дети из детских домов, учатся вместе с обычными детьми в государственных школах. И скажу вам больше, когда мы устраиваем детские праздники, то есть, скажем, день рождения у кого-то из детей, приглашаем в кафе всех одноклассников, и кто-то из родителей берет на себя вот такую миссию, привезти детишек из детского дома в кафе, чтобы они тоже попраздновали вместе со всеми, и потом отвезти их обратно. То есть вот, в отличие от России, больше заботы к детям, оставшимся без попечения родителей, так скажем, в тяжелой жизненной ситуации оказавшимися. Вот таких детей стараются максимально социализировать. Я считаю это очень правильно. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать про школьное образование сегодня. Наверняка что-то забыл, так как тема обширная. Если вам что-то еще интересно, пишите в комментариях или в скайпе. Обязательно постараюсь вам помочь. Также в описании под видео я оставлю ссылки на интересные документы, касающиеся школы. Может быть, кому-то они окажутся полезными. Подписывайтесь. Спасибо за внимание, удачи, пока.